В студии на данный момент всего лишь два игрока этой команды, Михаил Зинович Юрьев и Леонидович Савельев. Играем в меньшинстве. Пока играем в меньшинстве, но большинство на подходе. Михаил Леонидович Леонидов просто в пробках стоит, так что скоро будет, ожидаем. Тема сегодня, я думаю, что пытливый и опытный слушатель уже смог предсказать, это само собой выборы в США и само собой сегодняшняя дата, 7 ноября, она же 25 октября по старому стилю. Тоже мы ее не обойдем стороной. Но и президент России Владимир Владимирович Путин дал нам тему, которую сегодня мы поднимем. Это национализация, точнее создание нацвалюты, расчеты в нацвалютах с Китаем. В общем, такой вот анонс того, что будет сегодня происходить. На сайте главтема.рф сегодня, извините, прямой трансляции не будет по техническим причинам, но запись выпуска вы обязательно там увидите. Поэтому главтема.рф заходите туда и общайтесь в комментариях. Также там же следите за выходом нашей книги «Третья империя» Михаила Зиновича Юрьева, за авторством его. Где-то в начале декабря она уже появится в продаже, в интернете ее купить можно будет только там. Тираж будет ограниченный, поэтому следите внимательно. Ну что же, вся, как говорится, преамбула уже исполнена. Давайте перейдем к... А, нет, еще забыл. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас пока его набирать, наверное, смысла нет, но под рукой держать, как руку на кобуре нужно. Потому что в любой момент можем призвать вас звонить и пообщаться. Вот теперь все. Переходим к главной теме, которая произошла на другом континенте, далеко от нас. Это выборы в Соединенных Штатах Америки. Для тех, кто не в курсе, в США прошли 6 числа промежуточные выборы в Конгресс, на которых переизбирались члены Палаты представителей и сенаторы. Результаты несколько изменились, но президент Дональд Трамп назвал их огромной победой. Этот словолюбивый человек, конечно, может огромной победой назвать любую субстанцию, если это ему выгодно. Но в данном случае надо разбираться. Михаил Зинович, сначала, наверное, надо начать с экспозиции, то есть описать вообще, что происходит, что это за выборы, насколько они были важны, кто такие представители и почему они не сенаторы. Смотрите, значит, как устроена политическая система законодательная в Америке. Выборы проходят каждые два года, какие-то. Почему каждые два года, почему так часто? А просто потому, что у них Палату представителей, то есть по-нашему в Госдуму, это прямая аналогия. А вот это аналогия с Госдумой. Да. Там срок службы не 4 года, как у нас, а 2. Они просто избираются на 2 года. И, соответственно, и каждые два года весь состав Палаты представителей заново избирается. Ну, как у нас раз в 4 года состав Госдумы. А дальше начинается, и промежуточными они называются, почему? Потому что они раз в 2 года, а президентские раз в 4 года, и они сделаны так, чтобы совпадать, поэтому каждые первые, грубо говоря, ну, смотря откуда считать, каждые первые выборы в Палату представителей, в Конгресс, значит, они совпадают одновременно с президентскими, а каждые вторые ровно посередине между двумя президентскими. И они являются маркером заслуг президента. Ну, это являются или не являются, неважно, это просто конституционное требование, так сказать. Вот. Просто так устроено. А почему, кстати, у них, в чем глубокий смысл того, что члены Конгресса избираются на так мало, я никогда ни от кого вразумительный ответ получить не мог. Вот я как раз хотел спросить, потому что это 2 года, ну, как бы в политике не очень о чем. Ну, вот так. Ну, вот так. Так изначально было, это не менялось, и вот так они и, значит, действуют. Так, а если Палат представителей – это Госдума, то Сенат – это у нас... А Сенат – это Совет Федерации. Да, не совсем так. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Да так, так. Не, ну, наш Совет Федерации не избирается. Да, сейчас, сейчас я подойду. Нет, по конституционным функциям и по роли в общей политической системе, формальной роли, конечно, их Сенат – это абсолютный аналог нашего Совета Федерации, хотя бы потому, что наш Совет Федерации его и делали. В нынешнем виде я имею в виду, как аналог американского Сената. Значит, там наоборот, там наоборот. Избирается не на четыре года, как президент, и не на два года, как член Палаты Преседерации, а на шесть. А у них в сумме так же получается? В среднем. Да, в среднем, в больнице. Опять же, в чем тут глубокий смысл, понять не могу. Кстати, так чисто справочно, интересно, что вот у нас все говорят, но вот у них, особенно поборники того, что надо демократизоваться нам, но вот у них избираются, а у нас назначаются. Так вот, хочу вам сказать, что изначально, и у них точно так же, сенаторы назначались губернатором. Причем оба. И изменено это было довольно не так уж давно по историческим меркам, а именно в 1926 году. То есть, немножко меньше, чем сто лет назад. То есть, через полтора века, почти что после начала функционирования американского политического социума. Значит, они избираются, соответственно, ну, у них график такой, что в каждый год президентских выборов, они всегда совпадают с президентскими выборами, они нет, ну, тоже, то есть, одни с президентскими, другие с промежуточными. И, соответственно, в промежуточные треть переизбирается. Да. А в президентские две трети. Так, ну, это в общих чертах, вот эта вот система, она в каких-то моментах необъяснимая, ясна. Нет, ну, как необъяснимая, так сказать. Ну, почему два, почему шесть, ну, вот возьми. Но, с другой стороны, и трудно привести аргумент, почему это хуже. Да. Ну, вот как бы, так сказать. Примем это как... Почему одного назвали Петей, а другого Ваней, ну, вот. У этого могли быть предпосылки. Ну, да. Ну, как так сложилось. Но не суть важна. Тогда следующий вопрос. Насколько я понимаю, что до этих выборов в Палате представителей у республиканцев было большинство, и сейчас они это большинство потеряли. Но Трамп не побоялся назвать вот эти выборы огромной победой. В чем огромная победа, если они республиканцы... Не побоялся. А кого он должен бояться? Нет, ну, имеется в виду, не побоялся здравого смысла. Нет, ну, на самом деле он выдает... Нет, подождите, друзья. Давайте сначала по существу. Ну, понятно, что пиар-компонент, тут даже и говорить не о чем. Конечно, да. Мы это обсуждаем. Без этого как? Но, если вы спросите меня, является ли высказывание Трампа чистым бредом и пиаром, то я вам скажу, никоим образом. Почему? Тут хитро. Дело в том, что, казалось бы, ведь до этого, до выборов, большинство в Сенате у республиканцев и так было, и в Конгрессе тоже было большинство. Какая же, мол, тут победа. Но тут есть нюансы. Дело в том, что, как известно, одна из главных проблем Трампа изначально, еще со времен его предвыборной кампании, даже со времен Праймерис, заключается в том, что его не то, что чужие, а его своя партия отказывается принимать. Хотя обязана. Я имею в виду не на уровне избирателей и актива, а на уровне верхушки. Такое бывало неоднократно и у нас в стране, когда жалуют царь, да не жалуют псарь. И, соответственно, вот сейчас после перерыва, но главное, вот это вот надо понимать, и довольно быстро поймем, почему это все-таки такие победы. Шикарный крючок, Михаил Зинович. Друзья мои, небольшая реклама, и после узнаем. Продолжаем. Вот сейчас уже можно смело сказать полноценный состав. Михаил Владимирович Леонтьев тоже присоединился. Так вот. И давно здесь сижу. Ну, вы как бы скорее тенью сидели, а сейчас уже как бы официально. Михаил Зинович, так вот, по поводу огромной победы, что сказал Трамп. Почему? Продолжаем. Да, только я в начале, буквально, как ты говоришь, офтопик. Просто тут очень смешно у нас в WhatsApp. Такое короткое сообщение. Хочу вас успокоить, у вас и Дума не избирается. По-русски. Да. А телефон же номер, телефон американский, 1-718, по-моему, 718 от Калифорнии, если я не путаю, но не важно. Очень хочется спросить, хочу вас успокоить, а вам-то что? Так сказать, идите в одно место. Значит, и также хочу ответить целому ряду авторов, которые тут пишут, а почему мы там, да все довольно в хамском тоне, но им это привычно. Почему мы вообще говорим про это? Надо говорить про то, как грабят народ Путин и это самое. Говорить будем про то, что считаем нужным. Кому не нравится, могут идти туда, в то место, которое из трех букв состоит. На ВВС. Ну да, на ЭХО. Я имел в виду ЭХО. ЭХО, да. В Москве. Тоже с буквой Х. Да, тоже с буквой Х. Да, теперь возвращаемся к существу вопроса. Значит, теперь, дело в том, что поскольку, да, большинство было, это правда, но это большинство само себя не считало заслугой Трампа. Про партийную солидарность забыли. Давно. А, значит, уставную, как у нас говорят. А политически считали, что это там, типа, вот непонятно, ошибка, там, обман какой-то и так далее. Поэтому от того большинства, если посмотреть, как голосовали за его законопроекты конкретно республиканцы, уже являющиеся сенаторами и конгрессменами, то с такими друзьями и соратниками врагов не надо. Значит, теперь, по крайней мере, в Сенате, где количество людей, республиканцев, потому что не уменьшилось, а увеличилось. А, и никто так не может. И теперь те республиканцы, которые остались, особенно в Сенате, но думаю, что и в Палате представителей, будут несоизмеримо больше стоять в строю. То есть, в этом смысле их стало меньше, а с точки зрения боевой эффективности для Трампа, их стало больше. Особенно это связано с тем, что если посмотреть те округа, в том числе и по Конгрессу, в которых, значит, в которых особенно агитировал Трамп лично, там уровень победы достаточно весом. То есть, американскому законодателю, для которого весь смысл жизни заключается как бы избраться еще и продолжать, ну, что-то. Как и для нашего, как и для европейского, они все одинаковые. Значит, соответственно, они, конечно, теперь будут думать не раз так, то лучше, как положено. Вспомнят про партийную солидарность, вспомнят про уставные обязанности и так далее. Теперь, второй момент. Важно очень следующее. В Америке совсем другое, ну, какое-то сходство есть, но другое сходство, другое, не другое сходство, другое, не сходное с нами распределение функций между разными палатами. У них очень большое количество членов кабинета, вот не буду врать, все ли, но то, что очень много, это точно. Их выдвигает президент, но, соответственно, они должны утверждаться Конгрессом. Но утверждаются они не Конгрессом в целом, утверждаются они разными палатами. То есть, одной какой-то, но разными. То есть, там, министр обороны утверждается одной палатой всегда. А министр, там, я не знаю, чего-то другого, юстиции избирает другой палатой. Я просто наизусть не помню. Ну, понятно, да, и тоже так исторически сложилось. У нас есть элементы этого. Например, там, председатель Центробанка утверждается Думой, а председатель, а генеральный прокурор утверждается этом Федерацией. Ну, просто поскольку у нас это все, если честно, носит больше ритуальный характер, а у них это реальная битва, весьма реальная. Так вот, если проанализировать, то выясняется, что те министры и другие должностные лица, которые утверждаются Сенатом, конкретно для Трампа на этом этапе важнее, чем те, которые утверждают с палатой представителей. Поэтому, резюмируя все это, можно сказать, что для него лично, ну, это действительно очень хороший результат. То есть, мог быть еще лучше, но это, безусловно, победа. Хорошо, а с другой стороны, для демократов это огромная победа? Для демократов это победа, понимаешь, чтобы оценить уровень победы, тут же очень важно всегда сопоставлять ее с тем, чего люди ожидали. Демократы на волне своих, демократы же они в плену собственной медиократии, и они ожидали, что все сейчас рухнет. Но каждый раз, они как наши оппозиционеры, которые считают, что путинская власть рухнет завтра непременно, и так они считают раз в 15 в год, каждый год на протяжении многих лет, причем совершенно искренне. Сами несут какую-то ахинею и сами начинают в нее верить. Демократы, ну, людям это вообще свойственно, но демократы американские сейчас находятся ровно в такой же, значит... Иллюзии. Да, иллюзии. Поэтому я бы не сказал. Можно? Да. Да, пожалуй, теперь пора и Мише. Пора. Значит, во-первых, в современном гражданской войне все президенты Соединенных Штатов проигрывали промежуточные выборы. Просто все. Это абсолютный закон. Если бы это вдруг не произошло, это бы означало, что в Америке произошел ужасный сдвиг политический. Вот. Поэтому результат абсолютно не то, что предсказуемый, он стандартен. Не, ну, три раза было не так. Три раза со времен гражданской войны. Нет, за 20 век три раза было не так. Значит... При Трумэне, ну, там были. Три раза. Значит, второй момент. Значит, Велико расколото. И вся, собственно, предвыборная риторика, даже не риторика, а предвыборная тактика Трампа была построена на том, что ему плевать на этот раскол. Он работает со своими, а на чужих ему плевать. Противоположная страна, очевидно, работала так же. То есть, он работал не просто по тем округам, где у него есть шансы, его сторонники. Он не работал по республиканским округам. По демократичке. По республиканским округам, где были люди, которых он не считал своими. И прошли люди, которые поддерживали его. Люди, которые его не поддерживали, среди республиканцев. Они не прошли. Это несколько... Значит, конкретно говоря, он в целом ряде округов, где были республиканцы, поддерживал других республиканцев. Да. Но, естественно, там они все были другие республиканцы, да? Потому что он не избирался конкретно. Но провалились люди, которые были республиканцами, как бы сказать, трампоскептиками. И в этом смысле он укрепил свою позицию в партии. Безусловно. Ну, это правда. В этом смысле Трампа, для Трампа, это, конечно, победа. Это победа, потому что, конечно, для него было бы величайшей победой и сохранить контроль республиканцев, еще, заметьте, не Трампа, а республиканцев над палатой представителей. Это тоже большой вопрос. А стоит ли сохранять контроль республиканцев, которые чувствуют себя республиканцами, чем не обязаны ли Трамп? Учитывая его сложные отношения с эстеблишментом. Вот. Значит, в этом смысле, конечно, конечно, можно говорить о том, что он должен быть доволен. Вот. Значит, лично. Что касается Америки. Да? А давайте, Михаил Владимирович, после небольшой паузы, просто сейчас начнете и сразу прерваться придется. Друзья, напоминаю, что все ваши сообщения мы читаем, все нецензурное блокируем, и вы больше никогда в жизни не попадете в этот чат. Почему? А чем нам мешает нецензурное? Когда это оскорбление, это просто неэтично, конечно. А вот те, которые просто несут ахинею, ну мы их просто игнорировали. А если это нецензурное листью? Все равно. Но такого не бывает. Если это что-то содержательное, поверьте, вы попадаете в это. Но это если шнур только нам позвони. Ну, ваш, у нас все страна шнуры. Друзья, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Пишите, как видите, мы полностью туда погружены. Главтема. Мы продолжаем. Напоминаю, что в студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Владимирович, мы вас прервали. Вы говорите, а теперь насчет Америки. Завершая эту штуку, да, мы говорили о том, что Трамп тактически для себя одержал победу в американском смысле. Нам надо понимать, что американский смысл для нас имеет мало значения. Как кто-то сказал из аналитиков, а по-моему, даже это сказал Жора Бофт. Совершенно справедливо. Что нам совершенно все равно, с этой точки зрения, потому что в Америке существует абсолютный консенсус по поводу не улучшения отношений с Россией. Россия им не нужна. По большому счету. Вот, поэтому для нас ситуация пата, при которой деятельность американской политической системы будет крайне заинтруднена, и они будут заниматься тем, чтобы кусать друг друга за задницу, да, вот, значит, ради Бога, это им очень рекомендуется. Доктор рекомендует. Вот, значит, свергнуть Трампа они не могут. Вот, у него есть абсолютный электоральный иммунитет от импичмента, не говоря обо всех других вещах, но заниматься они этим будут непрерывно. То есть они будут пытаться съесть кусок, который им в рот не лезет. И вот эта вот, значит, попытка съесть кусок, и попытка куска, значит, чтобы его не съели, оно и будет составлять содержание американской внутренней политики. Это приятно. Ничего хорошего. Страна расколота по-прежнему. Все комментаторы, значит, в том же самом стиле, в котором раньше говорят, в зависимости от своей ориентации, о том, что вот, мол, Трамп там не сделал пальцем, не ударил о палец для того, чтобы убедить там каких-то там противников и так далее, склеить расколотую страну. Президент Трамп не является президентом всех американцев. Это факт. Вот. И не пытается. И, значит, его оппозиция не является оппозицией всех американцев тоже. Это очень приятно. Флаг им или другое какое-то произведение искусства в руки. Ведете к тому, что это наши победы все-таки. Их выборы. Да, естественно, но опять же, я констатирую наше вмешательство в стороне демократов. Демократы, конечно, будут отнекиваться. Ну, если про наше вмешательство можно еще как-то сомневаться, то, ну, Трамп же произнес прелюдию про китайское вмешательство, которое не хотели президента Трампа. Поэтому есть самое прямое, явное и полное объяснение частичного успеха, значит, демократов – это китайское вмешательство выборов в США. Массированные. Но оно совершенно очевидно. Любому демократу. А с точки зрения демократов, то, что Трамп в Сенате увеличил – это следствие вмешательства русских, а не за Трампа. Тут же понятно все. Не, ну мы-то уже давно… А это, получается, а не за демократов китайцы. Это остаточные последствия нашего предыдущего вмешательства. А тут, значит, это прямые последствия их непосредственного вмешательства китайцев. Вот, и теперь китайцы избрали палату представителей. Мы в какой-то степени избрали Сенат Соединенных Штатов. Слушайте, а в школьные советы, наверное, Гондурас вмешался на выборы. Да, поэтому это вопрос нашего взаимоотношения с китайцами. Я думаю, что мы украсим этот цветник какими-нибудь розами. Да, но я могу со своей стороны по последствиям для Америки, я, в общем, согласен практически полностью с тем, что сказал Миша. Единственное, что я хочу сказать, что надо понимать, что просто по законам политической борьбы, не смысловым, а технологическим для той системы, которая существует в Америке, независимо, хорошая она, плохая, потом, смотря с чьей точки зрения, а политическая острота политической борьбы в Америке усилится. Ну, это очень просто. Тут неважно, может, там неважны фамилии. Важно, что если был президент, у которого было полное большинство в обоих палатах, но большинство рыхлое, а у второй страны тоже рыхлое, но меньшинство, а теперь в результате у него меньшее большинство, если можно так выразиться, но гораздо более мобилизованное, как говорил Ленин, не говорильня там про буржуазные партии, а боевой отряд. Вот теперь ближе к боевому отряду. Значит, но у тех зато тяжелое вооружение подтянули. Ну, то есть, понятно, что острота политической бодания, острота политической жизни в узком смысле этого слова, безусловно, усилится. Я далек от тех, кто считает, что Америка от этого развалится, запас прочности там достаточно большой, но на эффективность работы государственной машины нигде и никогда это хорошо еще не влияет. Развальится. Не сразу. Не сразу. Степенно. Если это... Наша задача... Нет, подожди, Миш, если это произойдет через 56 лет, то точно сказать, что это произошло в результате вот этих событий... Сразу видно, Мишка, что ты не китаец. У тебя горизонт планирования какой-то маленький. Маленький. Но я, честно сказать, всегда исходил из того, может быть, зря, что ты тоже не китаец. Да и Илья, в общем. Да стараюсь. Ну, ты, может быть, и стараешься, но плохо у тебя получается. Поэтому... Ну, как? Да вот так. Я косею периодически. Надо пестовать своего внутреннего китайца. Я косею. Да, я не китаец, я не американец. Я косею. Слушайте, по поводу вот этой вот истерии и развала США. Да, я хотел сказать, а истерия по поводу России, политика американцев по отношению к России ни по вектору, ни по конкретным содержаниям, Михаил абсолютно прав, не претерпит никакого изменения. Все, что американцы смогут сделать против нас, не вступая в горячую войну, это они очень боятся, в непосредственные боестолкновения они будут делать. Все, что несет высокий, там, от 40% риск вступления в прямые боестолкновения, они не будут делать. Причем здесь вопрос в том, что они хотят, все, что они хотят сделать гадкого или все, что они хотят сделать глупого. Гадкого они, конечно, сделают все, но хотелось бы, что они сделали больше глупого. Вот. И в ситуации, когда им не до нас, как всегда, еще хуже, они занимаются друг другом, я думаю, что глупостей будет больше. Вопрос должен быть бенефициар. У глупостей американских должен быть бенефициар. Нам надо, в общем, как-то построиться, чтобы научиться, учитывая наши, в общем, меньшие возможности во многих сферах, пользоваться их глупостью. Вот, то есть, как бы за счет этого мы можем асимметрично компенсировать всякие вещи. Но пока отвечаем глупостью на глупость. Ну, не всегда, не надо так прямо. Из Вайбера Виктора заблокируй. Слушай, сейчас уже выехали к нему. Значит так, сейчас не 37-й год, зачем выезжать? О чем вы там? А, в смысле? Виктора блокируем. Подождите. Блокируйте Виктора. Слушайте, ну вот эти выборы прошли... Вы же говорили, что не надо. Зачем же вы так? Хватит. Хорош. Я хотел просто про общество спросить. Насколько там вообще люди сейчас настроены по отношению ко всей этой возне? Потому что она, понятное дело, раскалывает общество. И там пришло какое-то рекордное количество на участки. Все вовлечены в этот процесс. Общество вслед за политиками так же расколото и так же радикально друг по отношению друг к другу. Два лагеря. Ну, достаточно посмотреть комментарии. Они злобные до предела. Неправильно. А не общество в целом. У нас, если почитать в соцсети, то возникает ощущение, что Путина свергнут позавчера. Это, на самом деле, очень низкая группа, которая крайне медиа активна. В Америке, на самом деле, в несколько меньшей степени то же самое имеет место. Я, например, что могу сказать? К примеру, у меня есть много знакомых американцев, партнеров туда-сюда. Но я не могу сказать, что у них очень подавленная реакция. То есть, у них есть глобальное ощущение того, что страна в заднице? У них есть глобальное ощущение, что страна движется к горячей гражданской войне. Не 100%, но с высокой вероятностью. Вот их главное опасение. Да, и что это никуда не... Многие говорят так, что, Майкл, Америка сейчас, это не моя Америка. Не та, где я вырос и которой я гордился. Но насколько мои партнеры являются... Они же тоже не являются репрезентативной выборкой. Поэтому сказать за всю Одессу я не могу. Я не могу. Ну что же, я думаю, что эту тему можно считать раскрытой, наверное. Тем более, что вот здесь очень правильно, в Ватсапе пишет абонент. США после реальной гражданской войны были безумно расколотны, естественно. Тем не менее, не развалились. Правильно. То есть, у них довольно большой запас прочности. Разная ситуация. Разная ситуация. Но я имею в виду, не надо принимать желаемое за действительность. Это тот случай, мы всегда говорили, советские политологи, не говоря уже о российских, всегда говорили, что Америку интересует внутренняя политика, Америка вообще не интересуется миром, Америка реагирует на внутреннюю экономическую ситуацию. Ну, если взять формальные признаки, а также и визуальные, я не говорю о каких-то внутренних, ну, внутренней динамики индексов, понятных аналитикам. Американская экономическая ситуация блестящая. Просто она давно не была такой потрясающей. Американцы не отреагировали на экономику. А с экономикой все в порядке, они занимаются политикой. А с экономикой все в порядке? Они занимаются политикой. Ну, не все в порядке, но очень неплохо. Ну, в целом. Гораздо лучше, чем было два года назад. Это залог. Очень. Это залог прочности. Ну, так сказать, с динамичной точки зрения. Я хочу сказать, что... Михаил Дмитриевич, у нас пауза сейчас будет. Я быстро скажу. Давайте хлестка. Быстро. Что, когда экономическая ситуация ухудшится, а хочется оно очень быстро, они все равно не станут заниматься экономикой. Переходим к следующей теме, которая напрямую вытекает из того, на чем мы остановились перед паузой. Собственно говоря, про экономику США. Основой экономики США является доллар. Так вот, от этого доллара все как-то худо-бедно пытаются избавиться. И вот, например, Игорь Шувалов сообщил журналистам, что Россия и Китай могут подписать соглашение по расчетам в нацвалютах до конца года. То, что раньше выглядело как розовые мечты или страхи у кого-то. Нет, нет. Ну и Медведев, Игорь Шувалов. И Медведев просто интервью дал. Да, просто он заявил, озвучил это дело. То, что раньше казалось фантастикой, сейчас уже до конца года, в принципе, может реализоваться. Сначала формально. Ну, Илюш, фантастика это не казалось никогда. Это проблемная тема. И очень многим она действительно является реально проблемой. Но, тем не менее, очевидно, все-таки принято политическое решение. И политическое решение будет диктовать ситуацию в какой-то степени. А что значит в нацвалютах? То есть, мы будем в юанях или в рублях? В юанях, наверное. В взаимных расчетах. Мы им платим за их товары юанями, они нам за наши рубля. Понимаешь, это кажется всем очень просто. Взял и перестал доллар. Вообще не кажется. А общаешься в рублях, в юанях. Но когда речь идет не о саванне и пачке денег в карман, которые ты можешь в любом обменнике быстро обменять. А когда речь идет о контрактах, на проспекте мира банков в чайне. Тогда можно поставить пару обменников где-то здесь. Речь идет о контрактах долгосрочных. А страхование этих контрактов, я не скажу страшные слова, хеджируй. Я поясню конкретно, чтобы было понятно. Страхование от валютных рисков. Конечно. Главная проблема в следующем. Есть юань, есть рубль, доллар ни при чем. Я заключил с тобой контракт в рублях или в юанях. Если за это время, по ходу действия контракта, юань или рубль в три раза упали к доллару. А он ни при чем. Если они оба упали в три раза. А вдруг они упали один в два, а другой в десять. И надо это как-то предусмотреть. Они же не котируются друг относительно друга. Нужно установить механизм котировки постоянной. А биржевой ее нет. То есть я подтверждаю, Миша, это очень сложный технический вопрос. Еще один момент. Да, это тем более сложный вопрос, что я не знаю, я не хочу про Банк Китая говорить, потому что Банк Китая у него своя идея. Банк Китая не допускает полный в либеральном смысле слова конвертируемости юаня. Там довольно сложный курс пока. Хотя они якобы к этому стремятся. У нас курс абсолютно либерализованный курс, но у нас другой геморрой, я бы сказал. Наш Банк России практически хвастается тем, что он не отвечает за курс национальной валюты. И поэтому у него у нас плавающий курс, он не просто плавает, а он плавает разными стилями, то туда плывет, то сюда плывет. И Банку это так нравится, что он такой свободный, красивый. А Банку Китая это вообще не нравится. Вот если мы рассчитываемся, то это тогда не нравится. Нет, если серьезно, конечно, надо говорить, что в сегодняшний момент нужно говорить о расчетах в юанях. Потому что, ну, я не понимаю, каким надо быть контуженным, для того, чтобы, значит, при каких-то, ну, если не создастся какой-то фантастический механизм, который придумать, я не знаю как, это... Миш, ну, тем не менее, понятно, что то, что ты говоришь, Верда, с точки зрения технократического идеала, но понятно, что этого ни при каких обстоятельствах не будет. Расчет именно в юанях, политически, это абсолютно неприемлемо. Да, политически неприемлемо. И поэтому обсуждается только 7 тысяч. Ну, поэтому тогда надо будет рассчитываться в доллар. Ну, ребят, ну, вы как, ну... Миш, ну, давай, ну, давай серьезно. Не, ну, слушайте, уже такие люди... Еще раз. Мы можем номинировать в рублях любой юань. Что, нам трудно, что ли? Юань взять его и пересчитать в рублях по текущему курсу. Это делает любой компьютер, да? А вот заключать контракты в рублях, на мой взгляд, не представляется возможным даже на среднесрочные сделки. Тем не менее, тем не менее, это будет делаться... Не думаю. Да, сто процентов это будет. Тогда, тогда это значит, это приведет к чему-то другому, вообще к другому. Ну, будет значительно более сложный механизм, предусматривающий... Да, почему здесь механизм? Миша, ну, потому что, ну, ну, слушай, ну... Ну, нет такой валюты, рубль, ну, нету, понимаешь? Хорошо, Миша, ну, давай так, ну, ты... Нету, это какая-то фигня, которая... Я тебя прошу, пожалуйста, не в этом дело. Ну, это же не я придумал, это центральный банк придумал. Вы тогда, тогда измените идеологию центрального банка и денежную политику. Миша, я тебя прошу, пожалуйста, перестань разговаривать в стилистике части из наших вот этих вот ютьюбовских, как они называются. Я не ютьюбовский, не ютьюбовский, а не я придумал. Расчёт в рублях-то неизбежен. Ещё раз. С кем? С Китаем. Неизбежен. Политическое решение принято. Да, всё. За что вы будете рассчитываться в рублях? Ладно, всё. Ну, Миша, давайте переключать эту тему. Нет, пожалуйста, товар, за который вы можете рассчитаться в рублях. Я лично не вижу возможности дальше продолжать обсуждать эту тему. Нет, я на самом деле не против. Ну, не вижу. Я очень люблю рубль абстрактно. Давайте переходить на любую другую тему. Хотя, на самом деле, здесь есть что обсуждать. Я не готов в таком духе обсуждать. Михаил Владимирович, ну, надо принять это. Ты считаешь, что наш центральный банк создаёт вообще предпосылки, возможности долгосрочного расчёта в рублях? Давайте переходить на новую тему. Я тебе задаю вопрос. Ответь мне, пожалуйста. Михаил Владимирович, ну, и ваша позиция тоже ясна, что рубль не имеет достаточной крепости для того, чтобы... Да дело не в крепости. Крепости может не быть. Дело в концепции. В рамках концепции, монетарной концепции, которую исповедует действующий руководство Центрального банка, которое, в общем, вроде как мейнстрим у нас, но все мы им очень довольны. Так вот, в рамках этой концепции рубль не является валютой расчётов. Никаким образом, международных, во всяком случае. Потому что оно не отвечает, оно за курс рубля не отвечает никак. Оно вообще не несёт никакой ответственности. Оно снимает себя. Я готов ответить тебе на твой вопрос. Да, ответь. Во-первых, не надо носиться с этой фразой, что наш Центробанк не отвечает за курс рубля. Да, Центробанк Китая не отвечает за курс юаня, если ты юридически посмотришь. Я не про юридически говорю, я говорю про объявленную стратегию. Ты уж, пожалуйста, пока я отвечаю, помолчи, раз ты меня настаивал, чтобы я отвечал. Значит, ФРС не отвечает за курс доллара и очень часто совершает кульбиты. Поэтому вопрос не в этом, вопрос действительно в стратегии. Что они не отвечают, но у них есть внятная политика, которую иногда они нарушаются, нарушают сами. Но это всё-таки относительно редко, и их все за это понимают, что это неправильно. А у нас не хочет даже стратегии. У нас типа и стратегии нету. Не то, что мы не гарантируем, что у нас получится, мы и пытаться не будем. У нас стратегия не пытаться. Да, здесь Михаил абсолютно прав. Но, тем не менее, этот вопрос, безусловно и стопроцентно, будет решаться. Решаться он будет одним из двух, я почти уверен, способов. Либо это будет контракт в рублях, но при этом будет введено в контракте в обязательном порядке хеджирование. То есть, заключая его в рублях, де-факте, это в большой степени будет контракт в долларах. Хотя с виду он будет в рублях. Это очень реальный вариант, потому что он простой относительно, но он плохой для нас. Чуть получше вариант, и я очень надеюсь, что он возобладает, заключается в том, что, опять-таки, как первый вариант не будет афишироваться, все будут говорить, да не, не, это рубль. Так и второй не будет афишироваться, а реально сделают просто второй отдельный рубль. Так же, кстати, как это имеет место в Китае. То есть, будет рубль для... Нет, если вы посмотрите на законодательные документы Китая, то никакого, раньше было их вообще три, ни золотой юань, ни квенконгский доллар, который на самом деле, по сути, это и есть юань, все это вместе. Значит, их не существовало, это все юань. Но есть нюансы, как в известном анекдоте, и нюансы очень большие. Обычным RMB рассчитаться нельзя в международных расчетах. Ну, вот как-то примерно так и... Не, понимаешь, когда ты говоришь о том, что кардинальным образом изменится денежная политика и платежная система, я, пожалуйста, ради бога, я же не против, в принципе, я совершенно не против расчетов в рубли. Я отказываюсь вести с тобой спор о том, хороший или плохой у нас Центробанк, потому что мы и так стоим с тобой на позиции абсолютного консенсуса, он нехороший и плохой, он ужасный. Не, я могу просто простой пример, чтобы людям понятно. У нас 20 секунд, Михаил Дмитриевич. Вот представьте себе... Миш, давай после перерыва. Да, представьте себе торговлю, вы мне говорите, нефть за рубли, да? Вот как можно долгосрочные контракты в нефти заключать за рубли? Каким образом вы будете риски эти хеджировать, как сказал Миша? Значит, очень просто. Вы должны дисконтировать цену, дисконтировать так, что эта торговля будет позорно убыточна. Вот и все. Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Напоминаю, что запись этой программы смотрите и слушайте на главтему.рф, там же обсуждайте. И там же будет появляться информация о выходе книги, это где-то начало декабря. Продолжаем. И следующая тема, я думаю, что в зарубежной мы сначала закроем повестку, а потом уже к внутрироссийской или советской, тоже, кстати, актуально. Тема следующая. Полиция Монако 16 ноября задержала российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева для допроса. Обвиняют его в якобы коррупции, изъяли многие документы, мобильные телефоны, компьютеры. В общем, все, как прогнозировал Владимир Владимирович. Обычные маски-шоу, привычные. На самом деле, если бы это была внешняя тема, может быть, ее даже было неинтересно бы обсуждать. Но тема, оказывается, внутренней. Там есть всякие нюансы с Рыболовлевым. Очень забавное обвинение основное. Ну, там много всего. Манипулирование влиянием. Там есть просто конкретика. У них это все наполнено неким юридическим содержанием. Там давление на судебные уроны. Я хочу заметить, что вместе с Рыболовлевым арестован почти весь состав руководства прежней, ну, бывшей недавно, судебной системы Монако. Это отличает от многих других вещей. То есть, они это как бы серьезно гребут. Это не тот случай, что они его пытаются ощипать и выпустить. Похоже, что там все глубже. Но важно, что... В чем внутреннее содержание этой истории? Что существует категория трудящихся таких отдельных, которые практически полностью или почти полностью порвали с России. В этом смысле Рыболовьев чемпион. Это человек, который, я абсолютно уверен, что он считал, что его с Россией ничего не связывается. Ну, я подтверждаю просто персональному. Он сознательно. Он приехал в Монако. Он жил. Он добивался... Что ему сейчас, Стас Сависович, в лину? Политического влияния вообще, так сказать, в Монако большого. Причем добивался средствами, которые по нашим российским понятиям являются очень честными. Он купил единственную футбольную команду, стоящую в этой стране. Ее всячески кормил. И одно из объявлений в том, что он ее перекармливал. Потому что по законам этой лиги нельзя давать команды больше, чем она зарабатывает. А он через какие-то третьи структуры давал больше. В России бы за это дали бы, я не знаю, орден, почвота. Национальную премию. Вот. Целовали бы в задницу. А тут, знаешь, такая реакция дикая. Вот. Но он продал все активы в России. Он вообще полностью. То есть, по сравнению даже с Романом Аркадьевичем, который, кстати, между прочим, у нас на что умный человек. Он при первом сигнале, когда ему не дали просто визу, да, решил, что надо завязывать с этой парашей. И стал гражданином Израиля. А с Израиля как раз выдачи нет. В этом смысле эта страна довольно надежная. Вот. И собирается, насколько я понимаю, продавать челси. Вот. Потому что не для того он... Ты подозреваешь, он объявил об этом? Не, он не объявил. А еще как объявил? По-моему, отрицает. Еще раз. Он объявил. Он может в любой момент передумать, но он об этом давал большую пресс-конференцию. Значит, я не в теме. Вот. Но на всяком случае, вот он вот это футбольное... То есть, всегда считалось, что поддержка хитовых таких фанатских клубов, значит, она дает билет на вход в эстеблишмент. Оказалось, что из этого эстеблишмента могут практически моментально просто спустить с лестницы. Ты думал, что это эстеблишмент? Вот. Значит, это по Хармсу, да? Ты не физик, ты говно. Вот. И все. И не физик совсем. Более того, даже и не говно, а просто ЗК, ЗК Рыболовлев и все. Значит, и это очень позитивная вещь. Как все остальное, что они с нами делают. Есть такая проблема национализации элит, которую мы провозгласили и много про это говорили. Призывали, размахивали руками, там, глазами вращали, да? Слюнями даже пытались метать. А на самом деле все за нас сделали наши братья. Потому что они активно создают даже не философию, а текущую практику национализацию элит. Потому что ты, у тебя нет другого, у тебя нет другой возможности. То есть, ты можешь быть маляшом, плохишом, ты можешь, конечно, за ящик варенья, то есть за ящик печенья и бочку варенья продать страну, да, вот. Но это не есть легализация. Это даже наоборот. Потом придется по программе защиты свидетелей скрываться где-то в Солсбери. Вот. В кафе, где тебя, безусловно, достанет старичок, вот, новичок или просто кто-то еще. Кота не сохранишь. Ну, да, да, даже кота, не то, что там состояние жену, детей, кота, да, кота просто пришьют. Вот. Короче, вот это все совершенно интересная очень тенденция. Я к чему это все хочу сказать? Вне зависимости от подробностей дела, там, Руболовлева, предыдущего, там, наезд на Сулеймана Керимова, который кончился как-то непонятно как, но, счастье, успешно. Вот. Но все это, вот, все это носит характер уже некой абсолютной демонстративной уязвимости людей, которые, ну, Руболовлев в данном случае идеальный пример, даже лучше, чем Виксельберг, значит, который абсолютно считал, что он-то вообще тут интегрирован вот по самые помидоры, да, и кто посмеет, и к нему-то какие, к нему могут обратиться, спросить, как можно там, может быть, связь какие наладить, если что, неформальный, а вот взять так вот и замочить, вот, и неизвестно, что лучше, Виксельберг с этими звериными санкциями, которые на него, значит, упали, неизвестно за что, или, значит, Руболовлев, которого просто посадили. Ну, еще не посадили. Ну, как, задержали. Задержали. Ну, что, задержали, его все задержали, в отеле, что ли? Капиталов конфискуют в пользу Монако условного? Друзья, я призываю вас не впадать в маразм и понимать разницу между задержали и посадили. Да, да, да. Да, конечно, задержали это с политическими выводами, Миша, я абсолютно согласен. Ну, давайте для точности. Конечно, все это означает одну простую вещь. У нас люди, мы еще будем об этом говорить, пропитаны, даже вот самые отвратительные люди, пропитаны советским самим словарем, то есть, определением. Типа, я крупная буржуазия, значит, в буржуазных странах ко мне будут хорошо относиться. Вот хотел бы я посмотреть, как так рассуждал бы крупный буржуазия еврей во время Третьего Рейха. Говорил бы Гитлеру, вы что за мной пришли, вы не охренели, а, я же буржуинский. А там не про это речь шла. И на самом деле... У вас будут проблемы с Вашингтоном, надо было ему сказать словами, словами лебедя Платона. Да, тот скажет, это у Вашингтона будут проблемы с нами, потому что речь там не про это. Так вот, надо понять простую вещь. Запад считает нас, всех русских, ну, это не зависит, великороссов, татар, это не важно, русских, для них это все русские, украинцы, считает, независимо от количества денег и политических убеждений и места проживания, считает просто на этническом уровне гражданами второго сорта. Вот это вот надо просто понять и не питать иллюзий на эту тему. Ну, мы, кстати, с Вами это обсуждали, что на глубинном уровне, подсознательном или там нарктилоидом, это действительно сродни фашизму, то, что там происходит. Почему сродни? Это оно и есть. Просто разница в том, что Гитлер был человеком очень прямолинейным. Он вот так решил, так написал в книге и так вот и говорил. А в обществе политкорректности это называется так. Ну, так, конечно, но зачем же об этом вслух-то говорить? — Не, ну, они сейчас уже вслух. — Михаил Владимирович, пауза у нас сейчас будет рекламная, а потом дальше поедем. — Теперь у нас будет, как это сказать, скорбная пауза. — Ну, мы не будем скорбить, но назвать можем ее только. Давайте, реклама. Михаил Владимирович, вот это здесь мы меняем тональность, и мы в эфире. Продолжаем. Я думаю, что эту тему, наверное, уже дальше обсуждать. — Если она пойдет, она глубже, и можно не дальше, и можно глубже. — Глубже, да. — Глубже не будет. — А вот привяжемся к дате. Обычно это считается с плохим тоном, да? Но сегодня уже не можем обойти эту тему стороной, потому что 7 ноября, потому что 25 октября. — Не можем обойти. — Не можем, потому что одно из крупнейших политических событий 20 века произошло. — Нет, ну, Миша прав, можем, если очень захотим, но зачем? — Ну, зачем, да. Но ни в каких экскурсов в историю, я думаю, делать мы не будем, мы на это все смотрим более концептуально. И с концептуальной точки зрения в 17-м году произошла революция не только в России, а вообще на самом деле в мире, потому что появилась альтернатива. — Да, я при этом считаю... — Давайте разобьем эту мысль. — Да, я вот при этом считаю, что реально, если говорить о мировом значении, оно появилось ни в каком, ни в 17-м году, потому что, ну, очень многие считали... — В 17-м году это был дикий эксцесс, да? — Да, грубо говоря, кратковременные эксцессы, самые дикие, гораздо более трудновообразимые современникам, чем Великая революция, происходили многократно. Например, во времена религиозных войн Германии в 16-м веке, Мюнстерская республика, там такое происходило, что просто уши... — А если взять Китай... — Ну да, тогда вообще, да. И Хитуани, да, совершенно верно. А я считаю, что реальная революция, если брать под ней не конкретное событие, а влияние действительно на мировую и огромное влияние, она началась аккуратно во второй половине 30-х, но началась реально после войны. И смысл её заключается в том, что до этого всегда и везде было как. Что вот люди живут как-то, вот есть действительность вокруг себя. И вот в глубинном смысле уклад жизни, он везде одинаковый. Ну, то есть, есть нюансы по странам. — В глубинном смысле. И это, в общем, поэтому, например, в Европе мобильность населения, ну, я имею в виду не крепостных крестьян, а тех, кто имел возможность мобильно двигаться, было гораздо выше в раннее и среднее средневековье, чем сейчас. Потому что, ну, как бы там, любой рыцарь, любой дворянин, ну, ты переезжал из Франции в Германию, какая разница? По большому счёту не имел никакого значения. Всё везде одинаково. И вопрос по этому, который, конечно же, каждому человеку иногда давит на душу, а может ли быть по-другому, потому что вокруг не очень хорошо. А он, ну, как по-другому? Ну, то же самое, задавать вопрос, а может ли у человека быть не две, а три ноги? Ну, как? Ну, вроде у всех две, ну, откуда, так сказать? А Великая Октябрьская социалистическая революция действительно великая. Не тем, что за люди и за чьи деньги в ней участвуют. Это всё теряется потом смысл, значение. Это неважно. Она великая тем, что она создала альтернативу. И люди увидели, ядрёна мать, а может-то быть по-другому. Совсем по-другому. Не в деталях по-другому, а просто совсем по-другому. Лучше это или хуже? А вот тут люди начинают думать. Кому-то кажется, что лучше, кому-то кажется, что хуже. А вы говорите, что она, извините, произошла после войны, потому что война стала экзаменом, который... Нет, война доказала, что это есть мирового уровня. Это не мирового класса система, которая на мировом уровне прошла, грубо говоря, тестирование. Я хочу здесь одну деталь добавить. Всё-таки вот у нас сейчас очень модная тема. Коммунизм, фашизм, один хрен. Но это среди определённой прослойки маленькой. На самом деле, в каких-то моментах хрен близкий. Но что надо сказать? Что концептуально, философски, и с точки зрения того, как это людям подавалось, иначе что люди воспитывались. Эта идея, она действительно абсолютно привлекательна. Не зря говорят, что основы, христианские основы, оно в каком-то там превращённом виде в коммунизме воплотились и так далее. Коммунизм – идея по сути своей, не по практике, не по идеологии, а по сути. Никак нельзя назвать человеконенавистнической. Эта идея абсолютно конкурентоспособна с нравственной точки зрения, с человеческой, с гуманитарной, прошу прощения, точки зрения. С капитализмом уж точно, абсолютно. Более того, она более конкурентоспособна с точки зрения морали и этики, может быть, даже. Потому что она оказалась не очень конкурентоспособной с точки зрения экономической практики. Это отдельный вопрос, да? И то на достаточно длинном промежутке. Вот, и вот ставить их на одну доску просто абсолютно невозможно. Это просто неправильно, неверно, по сути. Всё остальное неважно. Вот, и то, что советская практика, советского коммунизма, и, возможно, практика любого коммунизма, она очень обладает колоссальными пороками. Кстати, с точки зрения религиозной, христианской тоже даже, я же не говорю даже о богоборчестве. И я говорю вот в идее перенесения там царства небесного с небес на землю, попытку создать искусственно идеального человека, да, который прямо вот так вот на месте был бы лишён грехов основных. И на этом строить социальную систему. Это, в общем, идея спорная, фундаментально спорная. Но она не является... Ну, вот, грубо говоря, для кого идея фашизма, там, нацизма, точнее, я буду говорить конкретно, является привлекательной, кроме непосредственно нацистов данной нации? Вряд ли. Ну, для того, кого они по плату записали в приемлемые расы, да? В этом смысле, конечно, уровень конкурентоспособности, если брать для своей страны, действительно, может быть довольно похож у коммунизма и нацизма. Но, конечно, нацизм, он только для своей нации, поэтому на мировом уровне они несравнимы. Но я бы хотел теперь от этого уйти, чтобы не заниматься словоблудием. Я хотел бы сказать, а что дальше? Ведь именно это не дает покоя нашим гражданам. Не всем, но очень многим. Не трем чудакам из эхо Москвы, а действительно массовому количеству. Не то, что жить так уж тяжело. Ну, конечно, не очень наше правительство сильно старается, чтобы совсем невыносимо стало. Но пока как-то выносят. А в том, что все помнят, что была альтернатива. Была, а сейчас ее нету. И вот, на мой взгляд, и вот сейчас, если задать вопрос, какой в России строй? Ну, уже в прошлый раз на эту тему приходили. На самом деле, никак не ответишь. Может даже набраться честности и сказать, капитализм. Скажут, да врете вы все, какой капитализм. Мы знаем, капитализм, это где зарплаты высокие. А у вас они что, высокие? Где спрос стимулирует экономику, а не... Да, где, например, государство, правительство, если экономика в заднице, вливает в нее деньги, а не забирает дополнительные. Какой же у вас капитализм? Нет у вас никакого капитализма. Утю, какой вы педант. Да. Ты скажешь, ну тогда социализм. Вы не охренели, социализм. Это где государство о людях заботится, а у вас государство устами своих чиновников говорит... А у нас никакой строй. Да идите вы туда. Никакой строй. Да. Никакой, вообще. Никакого строя. У нас строя нет. Антибатерия. А вообще антистрой, это строй. Нету. Никакого строя. Правильно. Так и есть. Но это не... И можно жить, видите, какая... Друзья. Да нет. Друзья, вот в том-то и дело. Но жить так нельзя. Жить и жить, да не придется, уж закрываются вороться. Да. Нет. Поэтому, что я хочу сказать. Надо понять, к чему мы придем. Потому что вот этот вот котел, в котором варятся разные мысли, который в чатах, в форумах, в личных беседах людей, которые, может, несут и ахинею, но, в принципе, могли в это время о бабах говорить, ну или, наоборот, о мужиках, выпивая водку. А нет, говорят все-таки о том, как должна быть страна устроена. В Америке ты таких разговоров не услышишь. Я, по крайней мере, ни разу и ни с кем не слышал. Так вот, надо понять, надо понять, к чему в результате мы придем. Черт с ним, какой сейчас строй, он явно межеумочный. И явно в таком состоянии стать не может, потому что разные его части просто противоречат друг другу. Это как животное, у которого задние ноги-ноги, а передние плавники или наоборот. Котопес. Да, ну типа, ну вы же уж определитесь, так сказать. Вот. Поэтому давайте после перерыва на эту тему и поговорим. Друзья, рекламно, потом новости. Потом возвращаемся. Мы продолжаем. Говорим о строе, которого нет. О фантомном строе российском. Михаил Зинович, мы вас как бы регламентом прервали. По поводу того, что у нас, да, сейчас ничего нет. И вот могу вас спросить тот вопрос, который я в перерыве задал, что не будь у нас, допустим, американцев и Украины, вокруг чего мы бы вообще строили и информационное поле, и вообще мироощущение, потому что сейчас мы вроде сплочены против общего врага, а вот если его убрать, то мы бы действительно потерялись, наверное, сами в себе. Да, это правда. Необходимость выработки нового понимания и новой идеи такого рода, оно, конечно, для нас жизненно необходимо. Я считаю, что наша ошибка, впрочем, вполне понятная, заключается в том, что мы никак не можем выйти в самом языке политическом за то, что, за вот эту вот дихотомию капитализма или социализма. На самом деле с ними все уже более-менее ясно. Да, и социализм имеет колоссальные плюсы, это на самом деле реально очень гуманистический, гуманный строй, достаточно справедливый, но цена этого заключается в том, что какие модификации социализма не строй, в нем всегда будет сильно задавлена частная инициатива, по крайней мере, в экономике, и просто иначе это будет не социализм. И, соответственно, экономически он будет отставать от Запада. Даже не так. Он будет отставать от тех, у кого капитализм. Можно сказать, да и хрен бы с ним. Но люди слабы и без штыков на них направленных, как показывает наша же история, даже элита, вспомните, Хрущева, они, конечно, из двух вариантов выбирают более сладкий, а не более суровый, но справедливый. Ну, так люди устроены, они всегда выбирают более греховный вариант. Значит, а капитализм, с одной стороны, он как бы дает очень высокую экономическую эффективность, правда, вынесу за скобки, в последнее время возникли большие сомнения в том, дает ли, не было ли это просто отдельным периодом, не таким длинным в историческом смысле, потому что сейчас для капитализма в целом, безусловно, устают черные времена и уже настали в плане эффективности. Но строй самый мерзительный, и как бы жить в нем не очень приятно нормальным, порядочным людям, даже если у них до хрена денег. Хорошо, но комфортно, но неприятно. Но если переставать думать в этом, почему я говорю, что надо переставать думать в этой дихотомии? Ну, вот представьте себе, что есть какой-то хам, мажор, сын богатого человека, который, значит, ведет себя так, что он может давить пешеходов, что ему море по колено, который не стесняясь говорит вслух, что ему плевать на нас всех, и тем не менее, которому за это ничего не бывает. Вот у нас с вами прекрасный пример. Есть вот этот вот сын вице-президента Лукойла, и есть вот это Багдасарян. Они совершенно одинаковые. Но с точки зрения классического марксизма есть принципиальнейшая разница. Багдасарян предприниматель, то есть буржуй, а Шамсуаров вообще, строго говоря, пролетарий. Он наемное лицо. Ну, не важно, что зарплата может составлять 5 миллионов в год долларов или здесь, какая разница. Эта зарплата, он никакого отношения по Марксу к классу буржуазии не имеет. Поэтому, к чему я вам говорю? Синий воротничок. Я думаю, ну не синий, белый, но всё равно, не атласный. К чему я вам всё это говорю? Что мне кажется, что мы должны перейти на мироощущение империализма. Империализм, в данном случае, это что значит? Империализм – это мироощущение, это идеология, при котором главным является не интересы людей, не интересы народа, но уж и никоим образом не интересы отдельной группы типа буржуазии, а интересы государства как отдельного субъекта, чьи интересы могут совпадать с интересами народа, а могут не совпадать. Когда надо строить в болотах новый город, но надо, то они будут не совпадать, потому что это, как при Петре I, к сожалению, или как при Сталине, иногда можно сделать только насильно, а иногда они будут совпадать. К чему я опять это говорю? Потому что такой строй относится к вопросу, частная собственность или государственная, госсектор или частный сектор сугубо вспомогательно. Вот что на данный момент… Прикладно, я бы сказал. Прикладно. Да, как, правильно. То есть, вот для величия и мощи государства и его развития, чтобы оно было лидером, для справедливости, но справедливости для государства, а не для народа. Что выгоднее в данном случае? Госсектор выгоднее. Мы без всяких колебаний возьмем и национализируем все частное. Никакой святости, частной собственности нету. При империализме святы только интересы государства. Частные империи, правильно? Только интересы империи. Если выяснят, что надо частный, сделаем частный, но не из-за того, что это священно, а просто потому, что нам сейчас это выгоднее. Для государства. Для империи, для государства, да. И вот, может быть, как-то по-другому, хотя мне кажется, это единственно возможно, но что-то нам надо придумывать, потому что вот в этом межуумочном состоянии существовать… А сейчас ничего придумывать не надо, Миша. Все придумано за нас, да? Красть ничего не надо, все украдено за нас. До вас, да. Значит, до нас. Значит, здесь как раз та самая ситуация, когда, с одной стороны, как бы, само понимание этого, такое стеснительное, я бы сказал, застенчивое, да, оно присутствует, но оно слишком застенчивое, нас к этому толкает жизнь, слава богу. Вот мы говорили про рубль, например, да, а речь же идет о том, что бессмысленная идея придумать такую же платежную систему, как у них, условно, протежную, расчетную, денежную, монетарную, но только свою. Конечно. Это абсолютно бессмысленная идея. Нет, то есть правильно сказать так, нам нужно придумать такую, которая будет наиболее выгодна в данных условиях для империи или в современном языке для нашего государства. Она алгоритмически должна быть другой. Не, не, подожди, подожди, она может, когда мы придумываем, то есть те, кто придумывают, им ограничительную рамку такая же или другая вообще не надо ставить. И когда они придумали, она может оказаться и такая же, как у них, хотя я, конечно, поскольку мы разбираемся в этом, понимаем, что это так не будет. Может оказаться другой. Это вторичный вопрос должен быть. Первичный. Что выгоднее для государства? Ну вот для этого, Михаил Зинович, нужно закончить ту работу, которую вы давным-давно начали. Про общественный договор. Да, Сергей Казанов, который наш постоянный и крайне ценный слушатель и собеседник, пишет, если точно, это называется этатизм. Ну, не совсем так. Так, я имею в виду в этатизм, то, о чем я говорю, отличается от простого этатизма тем, что государство в империализме, оно сакрализуется. Сакрализуется. Это священная вещь. Это то, за что можно и нужно сложить голову, если надо. А этатизм это просто, ну... Я хочу сказать, что это архетип. Это же, в общем, очень естественно. Это архетипическое. Ну, про китайцев объяснять, что государство это, значит, сакральное, оно основное, довольно глупо. Потому что глупо, хотя, если честно... Его невозможно убедить в обратно. Хотя, если честно, китайцев о чем-то убеждать вообще глупо. Ну, понятно. Но я говорю, что... Ну, в нем... В том смысле, что и никто и не сидит. Вот вопрос. В WhatsApp вторит тому, что я вас пытаюсь спросить. Кто будет носителем этой имперской идеи? Да, я вижу этот вопрос, и он очень интересен. Да, что такие силы не просматриваются. Ну, действительно, сейчас претензий к государству больше, чем... Друзья, я вам на это отвечу одним коротким примером, который я приводил в одной из статей, вводя концепцию так называемой социальной сепарации. Вот есть уран природный, в котором 235-го урана, высокоактивного, там, один процент. Не помню. Точно, ну, около того. И он обладает в чистом виде колоссальной мощностью, он может взрывать города и так далее. А есть в целом уран, который абсолютно ничем не отличается от других металлов и так далее. Если отделить 235-й уран, он становится, естественно, мощным. С научной точки зрения тут всё понятно даже школьнику. Но ведь вдумайтесь, с философской точки зрения это же крайне удивительно. В чём? Что у тебя что-то составляет одну сотую, допустим. Ты отделил от ненужного шлака. Ну, в сто раз он вырос по мощности. А он вырастает в миллион раз. Откуда? И вот смысл заключается в том, опять, философский, не физический, физический понятен там формулу, а в том, что остальные 99% они не просто не обладают мощностью, они мешают ему. Они ему мешают. И когда мы переносим это на социальную вещь, то мы понимаем, в обществе есть небольшой процент людей, которые являются ураном-235. Есть всегда. Так устроено человечество. Но пока они разбавлены остальными, пока они не осознали, что они единое что-то и не превратились в это единое, они абсолютно импотентны. Но когда они это осознают, достаточно этого 1%, чтобы от всей округи ничего не осталось. 17-й год тому пример? Тому примеров легион в истории человеческой. На тему про 17-й год. У нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, Михаил Владимирович. А потом давайте, наверное, звоночек какой-нибудь один возьмем. Я хотел сказать. Да, 8-800-200-0907-02. Звоните. Вот все втроем пообещали. Значит, сделаем. Возьмем звонок. Ну, сразу начнем к интерактиву. И сначала в WhatsApp пришло нам сообщение. На него надо ответить, потому что оно в продолжении темы. Вот по поводу империализма. Должна быть и вторая часть этой идеологии, о том, что задача государства – это забота о гражданах. Вот об этом мы не сказали. Я не сказал об этом, потому что здесь все то, что мы уже сказали. Империализм, в том смысле империализм, который я вкладываю сейчас, а не другой, первичным, главным и священным являются интересы государства, его величия, могущества и развития. И подходить к вопросам, заботятся ли о гражданах, не заботятся, в какой степени заботятся, руководство государства и политический его класс должны, как правильно сказал Леонтьев, исходя, как к этому, как к прикладному вопросу. Но другое дело, что история всего нашего государства, просто опыт, особенно история Великой Отечественной войны, показывает, что имперскому государству лучше, когда граждане знают, что это государство о них заботится, и будет заботиться. Но до какой степени, как сделать, чтобы это не разрушало инициативу и не превращало в веждевенцев, это прикладной вопрос. И, кстати, если уж на то пошло, то я хочу ответить еще на один вопрос Олега. Я правильно понял, 99% шлака нужно уничтожить. Нет, Олег и все остальные, его не нужно уничтожить, он ничем не хуже того, одного или двух процентов, которые по своей масти призваны служить государству, и которым ничего другого не надо. Их просто надо отдалить и отделить от управления государством. И ничего больше, никак не поражать в правах, это такие же люди, ничем не хуже нас, с такими же шансами попасть в рай. А вот еще... Ну, давайте, Михаил Владимирович. Ну, скажи. Нет, просто здесь еще продолжение империализма предусматривает экспансию. Вы за это? Империя, да, империя построена на экспансии. Экспансии бывают разного рода. Ну, если честно сказать, я за это. Да, конечно. Конечно, экспансия просто должна быть разумной. Понимаете, есть экспансия в теле завоевания жизненного пространства, товарища Гитлера, это экспансия кретинская. Да, она, безусловно, по определению нарывается на противодействие, и совершенно справедливая, и плохо кончает. Есть другие формы экспансии, и мы знаем, что все активно развивающиеся, грубо говоря, сообщества и системы, все, они, собственно, заняты экспансией. Любая компания, любая лаборатория. Нету других форм существования. Если ты претендуешь на лидерство, нет, если ты претендуешь на то, чтобы тихо сидеть в щели, и оттуда не высовывается, думаешь, что тебя туда не достанут каким-то химическим средством специальным, в котором в данной щели очень хорошо работает, то сиди там. Но, в принципе, если ты дееспособная система, если ты конкурент вообще, то есть исторический, если ты исторический субъект, дайте прочее, то экспансия в тебе заложена именно потому, что ты сталкиваешься с противоположной экспансией. Поэтому очень красиво, конечно, выступать с концепцией, что мы никогда никого, ну, если к нам, и так далее. Так, собственно, все и выступают, но надо понимать, что это в определенной степени политическая домогогия, хотя правила надо соблюдать, и выглядеть надо прилично. Ну, в общем, в приличном обществе не блюют на скатерть. Все, а так, в основном... В начале вечеринки. В начале вечеринки. И в конце, когда все уже, то есть на скатерть можно и мозги, так сказать, пролить, чужие особенно. Но это уже... Это уже какая-то эпофеоз, это другая история. Вот я к чему хотел? Я хотел сказать такую вещь, возвращаясь к дате все-таки. Вот у нас 7 ноября, смотрите, у нас даже День народного единства прошел как-то, не то, что скромно, а, очевидно, застенчиво. Праздник... Теперь выяснилось, что праздник никто не понял. Кто не понял? Что не понял? А кто понял Великий Октябрь? Я думаю, что если бы такими средствами выбивать, значит, годовщину ВОЗР, как выбивали в Советском Союзе, то поняли бы все. Кто бы не понял, тот бы раскаялся. Значит, теперь, значит, у нас даже парад, значит, этот самый исторический, почему-то принимает мэр Собянин. Но почему не... Да, по Конституции у Москвы нету вооруженных сил. Это точно. Да нет, но почему бы не председатель там райисполкома, или как называется вот это вот существо, которое, значит, у нас... Да, отвечает за уборку территории данной. Перфект, да. Вот, значит, почему... Причем здесь Собянин, блин, хозяйственник несчастный, гранитный, почему он, значит, произносит, стараясь, с выражением произнес речь? Собянин произнес речь с выражением. Молодец! Мне это напоминает как детский утренник вообще. Значит, после этого... Это явит прелюдия. А после этого, значит, 7 ноября, которые вообще мимо. Ребята, нам надо, ну, хотя бы взяли бы и на международном уровне, не без скопления трудящихся масс, а просто со специалистами мирового уровня провели бы какую-нибудь, я не знаю, международную конференцию по историческим, философским, социальным аспектам воздействия, последствия. Вот, причем не обязательно там с красными, а может быть, даже совсем даже с антикоммунистами, но серьезными, да, по октябрю и по последствиям этого события сделали бы какие-нибудь... Так, значит, забились вот в эту самую щель, да, и тихо смотрим, значит, большими глазами оттуда, потому что вдруг замочат, да, по носу дадут. Какая-то... Ну, вот в этот год, в этом смысле, он удивительный. Я хочу сказать, что это событийно значимый момент, да, никогда я не видел, чтобы и к октябрьскому... Ну, в прошлом году было столетие все-таки, тоже как-то пытались, ну, все-таки, стыдно совсем замять. И здесь, ну, абсолютно неадекват в отношении к собственной истории, в отношении к собственным самим праздникам. Сделали праздник, добейся праздник, идеологический, философский, религиозно и этически состоятельный. Если кто-то не понял, ну, сделай так, чтобы поняли. Куда вы в щель-то, блин? Причем здесь Собянин? Ну, при чем здесь? Ну, Красную площадь мастить не надо, там уже есть брусчатка, там все в порядке. Давайте звонок возьмем, Михаил Владимирович. Да, а то все-таки Собянин опять прилетел. Вадим, на связи у нас из Московской области. Здравствуйте. Добрый вечер, с первой годовщиной. И вопрос такой. А вот как в империи ограничить аппетиты элиты и какой способ материального распределения? Ведь это самая главная засада для любой империи. Элита зажирается, начинает грести под себя, вырождается и народ ее свергает. Вот как этого порочного цикла избежать? Как парт-минимум ввести? Спасибо. На этот вопрос есть два ответа. Первый четкий, заведомо правильный, но не очень конкретный. Сказать, слушайте, я не готов сейчас, я вам не программу излагаю, я вам направление излагаю. Вот элиты, объединенные идеями сакральности государства, империи, они должны разработать такой механизм. С вашей оценкой, кстати, я полностью согласен. Но если говорить конкретно, у меня лично, я не претендую здесь на истину, но у меня есть такое понимание. Есть богатство в широком смысле этого слова и есть власть в широком смысле этого слова. На мой взгляд, проблема огромная человечества заключается в том, что эти две вещи не разделены, а они совершенно разные по сути. богатство – это опосредованная плоть, а власть – это опосредованный дух. И поэтому их надо просто категорически разделить. И разделить их – это означает следующее, что те, у кого есть власть, и перед кем ты дорогу освобождаешь, когда он идет по тротуару, потому что иначе пеняй на себя, тот, те, у кого есть власть, просто не могут по самоопределению иметь никакого богатства. Это их самоидентификация, ну, примерно, как когда-то было, там, 200 лет назад в воровской идее. Зато те, кому разрешено иметь сколько угодно богатства, также отделены от власти, и при вопросе власти, а ты куда лезешь? Здесь таких, как ты, не пускай. Думаю, как-то так. Даже не просто думайте, описали это все в Третьей империи, друзья, это все описано конкретно, подробно, с механизмами. На этом сегодняшнюю программу подводим к концу. Там есть три секунды? Нет. Уже не успеваем. Тем более. Может, и к лучшему. Может, и к лучшему. Да, я смотрю, у вас под конец загорелись глаза. На следующей неделе, надеюсь, мы встречаемся, поэтому хорошей вам недели. Удачи и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин